Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! Вы смотрите служба новостей «Город» в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили главную информацию о событиях четверга, 30 мая. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. Нет машины, нет квартиры, зато зарплата более миллиона рублей. Руководители Министерства внутренних дел читались о своих доходах. Бегемотиха Калининградского зоопарка теперь имеет право на бесплатную школьную форму для своих детей. Сегодня она получила удостоверение многодетной матери. Рапунцель на самом деле брюнетка. Секреты с генеральной репетицией нашумевшего мюзикла рассказали сами артисты. Шерстяные вещи теперь надо носить летом. И дело не в холодах, а в калининградской моде. Копия военных кораблей руками детей. Корабли юных калининградцев помогают области завоевать золотые медали в России. Коммуналка снова вырастет. Во втором полугодии жители Калининградской области будут платить за коммунальные услуги по новым тарифам. Они просто-напросто станут выше. Уже с 1 июля в Калининграде тарифы на все коммунальные услуги повысятся на 9%. Менее всего подорожает холодная вода на 5%. Самый большой же рост коснется электроэнергии. Тариф повысится почти на 13% для городского и 14% для сельского населения. Общий же рост на услуги ЖКХ в среднем составит для калининградцев 9%. Уже сейчас большинство управляющих компаний прислали собственникам уведомления о повышении расценок на их услуги с 1 июля. Главные стражи порядка отчитались о доходах за прошлый год. На официальном сайте МВД появилась соответствующая информация. Цифры говорят сами за себя. Больше всего заработал командир калининградского ОМОНа Виктор Галей 6,5 миллионов рублей. Но ни машины, ни квартиры у него нет. Зато у жены задекларированный жилплощадь в 42 квадрата и автомобиль Киа. Доходы главы МВД по региону Евгения Мартынова за 2012 год составили 2 миллиона 230 тысяч рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2011. Из недвижимости земельный участок и жилой дом в тысячу и 647 квадратных метров соответственно. Автомобилей нет как у самого Мартынова, так и у членов его семьи. А вот начальный Калининградского юридического института богаче не стал. 766 тысяч 688 рублей. Ровно столько же, как и в 2011 году. Полицейские в нашей области заработали больше своих коллег из прокуратуры. Областной прокурор Алексей Самсонов увеличил доходы за год всего на 3%. Они составили 1,18 миллионов рублей. Нелегкой судьбой малыша из Советска заинтересовались не только жители Калининграда, но и остальных городов России. Напомним, мы рассказывали о Паше Сапожникове. Родители отказались от него прямо в роддоме. Причиной стала небольшая неполноценность – патология руки. Врачи были крайне удивлены таким решением, ведь семья оказалась вполне благополучной. Сегодня губернатор Николай Цуканов дал указание перевезти ребенка из Советска в Калининград. Резонанс в СМИ заставил обратить внимание на малыша не только власть, но и добрых людей. Уже сейчас им интересуются более 10 семей. Теперь у сотрудников опеки есть возможность выбрать Паши родителей. После информации в СМИ в детский дом стали поступать обращения граждан, желающих взять ребенка в свою семью. Там ведутся индивидуальные консультации с каждой семьей о том, что необходимо сделать, чтобы взять ребенка к себе. Также отметили, что обычно таких детей берут редко, и если в год поступит пару звонков, это уже радость. Несмотря на позитивный прогноз органов опеки, пока документов на усыновление никто не подал. Двое питомцев Калининградского зоопарка на днях вступили в ряды многодетных мам. 65-летний бегемотихи Мэри и 25-летний медведица Настя выдали соответствующее удостоверение. Они подтверждают, что животные являются многодетными мамами и имеют своеобразные льготы. Одна из обладательниц такого удостоверения – бегемотиха Мэри. Ей сейчас 56 лет, в то время как в неволе продолжительность жизни этого животного составляет около 40, а в условиях зоопарка – 50. Сейчас она старейший гиппопотам из всех живущих в зоопарках Европы. Ей 56 лет. За свои 56 лет она родила 25 бегемотиков. Что интересно, среди них только 4 самочки, остальные все богатыри. И поэтому ассоциация многодетных семей выдала нам вот такое удостоверение. И теперь наш бегемотик имеет право на бесплатный проезд и всяческие льготы. И она теперь член этой ассоциации пожизненно. Медведица же Настя стала мамой целых 42 раза. С включением в ассоциацию у мам животных появились льготы, которые положены в России многодетным семьям. Бесплатная школьная форма, бесплатный проезд школьников на общественном транспорте, скидка не менее 30% для оплаты коммунальных платежей. Сегодня в Калининградской филармонии состоялся генеральный прогон детского мюзикла. Премьера «Рапунцель. Сказки братьев Гримм» состоится 1 июня. Всего 10 спектаклей и труп артистов поедет гастролировать уже по Европе. Солисты филармонии рассказали нам о трудностях своей работы и поделились некоторыми секретами. Оказалось, Рапунцель вовсе не блондинка. Рапунцель – первая роль Анастасии в мюзикле. Тихая сказочная принцесса, запертая злой мачехой в башне, совсем не похожа характером на певицу. Анастасия очень серьезно подходит к тому, как ей вжиться в роль. Усиленные репетиции начались еще в конце прошлого года, но петь, танцевать и следить за длинными волосами персонажа одновременно ей до сих пор тяжело. Коса у меня крепится в короне, и она очень тяжелая. И поскольку вот она состоит из таких маленьких ниточек, она все время цепляется у меня за платьем, мешает мне танцевать. И я ее еще в середине спектакля должна снять, бросить в себя. Ну, вроде должно хорошо получиться. Сейчас Анастасия в декрете, но несмотря на это, эксперимент с детским спектаклем ей очень понравился. Нам она показала, каким образом из простой актрисы превратиться в сказочную красавицу. Как она одевается? Одевается она очень просто. Так. Ну, как обычная корона. Все. И сплетается со своими волосами. Антиподом Рапунцель в сказке является злая ведьма. Ее играет Виктория Бабкова. В спектаклях она участвует уже несколько лет. Особенно удачно ей удался коварный смех мачехе. Ты больше никогда не увидишь Рапунцель. Лишился ее навеки. Самая сложная моя роль, наверное, то, чтобы не передавить с агрессией и злостью, чтобы дети совсем не испугались и вообще из зала не стал наноситься жалобный плач от страха. Репетиция прошла без крупных недочетов. Директор филармонии Виктор Бабков остался доволен. Но при этом сказал, что нет предела совершенству и работать еще есть над чем. Мы сейчас как раз и разбор поведем именно с такой целью, чтобы устранить те замечания, которые неизбежно возникают при сдаче, когда это первый раз. Мюзикл был создан совместно с немецкой компанией, как один из этапов сотрудничества России и Германии. В скором времени выйдет одноименная аудиокнига. Постановка Рапунцель будет радовать калининградцев с 1 по 16 июня. А на билеты, в зависимости от вашего возраста, придется потратить от 50 до 250 рублей. Екатерина Степанова, Антон Запертов, Служба новостей город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Попасть в школу можно будет только с помощью анализов и тестов на наркозависимость. Шерстяные вещи теперь надо носить летом. И дело не в холодах, а в калининградской моде. Копия военных кораблей руками детей. Корабли юных калининградцев помогают области завоевать золотые медали в России. Ну а эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите Службу новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Летом пассажирские самолеты из Калининграда в Москву будут летать ежедневно. Школьников начнут проверять на наркотики. Ну а скачивание информации с интернета будет чревато штрафами. Подробнее об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике. В период с 1 июня по 16 сентября авиакомпания «Сибирь» увеличивает количество рейсов из Калининграда в Москву и обратно. Вылет из Храброво в 20 часов 25 минут. Прилет в аэропорт Домодедово в 23 часа 35 минут. Время вылета рейса из Москвы в 18 часов 35 минут. Прилет в Калининград в 19 часов 45 минут. Как сообщается на сайте авиакомпании, стоимость билетов на прямой рейс «Калининград-Москва» в эконом-класс на 1 июня составит 4 386 рублей. В Чехии состоялся очередной этап Кубка Европы по ралли 2013 года. Из 50 участников только одна была из России. Калининградская команда «Томас Бетон Рейсинг». Гонка была сложной и проходила несколько дней. Финишировать сумели лишь половина от стартовавших команд. Наши соотечественники взяли бронзу в зачете этапа Кубка Европы по ралли. Министерство культуры Российской Федерации предложило распространить ответственность за публикацию пиратских файлов в интернете не только на файлообменники, но и на их пользователей. Провайдеры должны будут извещать пользователей о претензиях правообладателей не позже, чем через сутки после их получения. В свою очередь, пользователю отводятся еще сутки на удаление пиратского контента. Для частных лиц сумма штрафа составит 5000 рублей, для должностных – до 50 тысяч. Для юридических – до миллиона. Во всех регионах России будет пересмотрен процесс сдачи ЕГЭ. Главный вопрос – изменение порядка предоставления материалов к экзамену на пунктах труднодоступных местностей. Как выяснили правоохранительные органы, утечка информации происходит именно оттуда. Напомним, ночью перед сдачей русского языка в социальных сетях появились страницы с заполненными бланками экзаменационных листов ЕГЭ, прошедшего во Владивостоке, из-за чего были заблокированы несколько сообществ в сети и, возможно, будут аннулированы результаты экзаменов источников. Члены Совета Федерации одобрили закон, согласно которому школьников России будут тестировать на наркотики. Теперь учащихся школ, техникумов и вузов будут проверять в два этапа. На первом этапе психологи школ и вузов будут проводить социально-психологическое тестирование. Второй этап подразумевает профилактический медосмотр и сдачу анализов. Тестирование будет проводиться на добровольной основе. Курсы валют на 31 мая. Доллар – 31 рубль 59 копеек. Евро – 40 рублей 97 копеек. Литовский лит – 11 рублей 86 копеек. Польский злотый – 9 рублей 65 копеек. Калининградские судомоделисты прославились на всю Россию. Несколько школьников вернулись с международного конкурса по судомоделированию, который проходил в Санкт-Петербурге. Дети умеют практически все. Они создают корабли различных времен и всех видов. На станции есть даже собственный флот. Такие ходовые модели, как этот ракетный катер, создают здесь ребята-судомоделисты. Увлечение это требует большого терпения. На эту модель ушло целых полгода. Сначала сделали основу и обклеили корпус, а потом уже палубы и вооружение. Материал – стекловолокно, чтобы вода внутрь не попала. А в движение катер приводит электромотор. Сделают здесь и старинные парусники. Это разрез корабля 18 века. Все детали в точности повторяют настоящие. Масштаб 1 к 42. Полтора года стараний не прошли даром. Эта модель на конкурсе завоевала золотую медаль. Автор – Алексей Кононенко. В будущем он планирует заняться уже целым кораблем. Возможно, даже на следующие соревнования сделать что-то уже покрупнее. Просто я жду, пока я сам пойму, что я готов. Так как большая модель – это же не только проверка твоих умений, но и психика и все остальное. Другой конкурсант Дмитрий Иванченко на конкурс поехал с Айовой. Это знаменитый американский линкор. Во время налета на Перл-Харбор он был потоплен и до сих пор находится на дне. Его модель на конкурсе заняла третье место. А всего наш регион представляли четверо ребят. Каждый составил достойную конкуренцию моделистам из Германии, Франции и других стран. Две золотые, одна бронзовая медали. А самый маленький, 10-летний участник, занял восьмое место в своей категории. Алексей Инкудинов, Антон Запертов, Служба новостей город. Летняя одежда тоже бывает теплой. Калининградка собственноручно валяет одежду из тончайшей шерсти. Хобби женщины превратилось в своеобразный бизнес. Теперь ее изделия заказывают не только калининградцы, но и люди из-за границы. О том, как стать владельцем оригинальной одежды или самой научиться валять тончайшие платья и кофты, смотрите в нашем следующем материале выпуска. Вот такими волокнами я раскладываю вдоль и поперек. И вот если это намочить, оно уже сваляется полотном. Таким необычным способом Ирина уже 5 лет валяет одежду. Для этого она использует самую тонкую шерсть – топс. В ее коллекции необычных вещей – полотна, платья, сумки и даже украшения. Преимущество такой одежды – ее вес. Длинное платье весит всего лишь 100 граммов. Да и ухаживать за такими вещами очень просто. Если белая вещь испачкалась, ее достаточно потереть верхний слой, а нижний будет и так чистый, и все будет, она опять будет белоснежная. Сейчас Ирина создает летнюю коллекцию шерстяных вещей. По ее словам, в валенной одежде совершенно не жарко. На работу модельера обычно уходит не больше двух дней. Свою практику она делала вещи не только для калининградских модниц, но и для иностранцев. Так, свои работы Ирина отправляла и в Швецию, и в Германию. Вот на этом изделии вы сразу можете увидеть, как шерстяными волокнами мы сращиваем между собой разные кусочки шелка. Вот шелк зеленый и шелк светло-розовый. Между ними я прокладываю шерсть, и она их сращивает. И видно, как шелковыми волокнами украшено все сверху. Стоимость же такой одежды варьируется от двух до шести тысяч рублей. Так, такая сумочка обойдется вам в две с половиной тысячи. Чтобы самим начать заниматься валянием, по словам Ирины, нужно большое терпение и воображение, которое поможет каждый раз создавать все новые и неповторимые шерстяные шедевры. На этом все. Если у вас есть интересные новости или вы хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1sobacomail.ru Я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городскую.ру Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и увидимся на Первом городском. Стиль ведущих представляет магазин «Монтон». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok